Всем привет! Сегодня я сделаю обзор на стойкие матовые помады Doze of Colors. Расскажу, где и как их купить, сколько что стоит, поделюсь впечатлениями, сделаю сводчи. Подписывайтесь на мой канал и жмите на звоночек, чтобы не пропустить следующие видео. В скором времени будет уже обзор-сравнение оригинальных помад Doze of Colors с подделкой. Я покупала эти помады на официальном американском сайте Doze of Colors. Вы можете без проблем сделать заказ на официальном американском сайте, и он вам приедет к вам домой. Я же покупала через Mail Forwarder, точнее, я покупала сама, но заказывала на свой адрес у Mail Forwarder, потому что у меня было несколько заказов, и мне так было выгоднее. На официальном американском сайте помады вот эти матовые стойки стоят по 18 долларов. В тот день, когда я заказывала эти помады, была скидка. Я купила две помады по 18 долларов, и у меня скидка была 7,2 доллара. И доставка по Америке стоила мне 4,99 долларов. Там есть бесплатная доставка по Америке, причем от какой-то очень странной суммы, 42 доллара. Таких вообще бесплатных доставок от такой суммы я не видела никогда и нигде больше. Я же не стала набирать на эту сумму, потому что я не знала, понравится мне помада или нет. Решила ограничиться пока двумя штуками. И, честно говоря, пока не знаю, буду ли заказывать эти помады еще, потому что есть свои плюсы и есть свои минусы. То есть мне из-за того, что была скидка, несмотря на то, что платная доставка была почти 5 долларов, мне помады обошлись в 33,79 долларов. То есть это даже дешевле, чем если бы не было скидки, если бы была бесплатная доставка. В Россию доставка стоит от 13 долларов, смотря, наверное, на какую сумму вы наберете. Я думаю, что так вот. Я кидала просто в корзинку одну помадку и смотрела, сколько будет доставка в Россию стоить. То есть минимальная стоимость доставки 13 долларов. Также эти помады продаются на сайте Beauty Bay и стоят они там очень странно, в зависимости от оттенков. То есть цена колеблется от 800 рублей до 1300, по-моему, рублей. Я опять до сих пор не получила свою посылку с Beauty Bay, поэтому не буду вам рекомендовать этот сайт. Дождусь, пока посылка придет. Если она, конечно, придет, в чем я уже сомневаюсь. Наверное, надо уже им писать, разбираться, где вообще моя посылка и вообще отправляли ли они ее. Давайте перейдем уже к помадкам. Итак, первый оттенок – Truffle Truffle. Приехал он ко мне уже в помятой коробочке. У него очень интересная форма спонжика для нанесения. Я бы сказала, в форме ступни. Очень удобно наносить этим спонжем. Коричневый такой, нюдовый, совершенно нейтральный цвет. Я обычно такие цвета не люблю, но этот удивительным образом мне очень понравился и очень подошел. И он очень нежный, в отличие от Gerard Cosmetics. Я вот говорила в обзоре на помаду Gerard Cosmetics, что в кремовой помаде был ужасный спонж. А вот во всех остальных – Lime Crime, Kylie, Sensation, Doves of Colors – везде очень приятные спонжи, которыми даже щекотно наносить помаду. Наносится и распределяется помада очень хорошо, не полосит, не плешивит, ничего такого нет. Вообще очень быстро раз-раз и нанес. Вообще никаких проблем с этим нет. Аромат у помады имеется. Он такой карамельный, похож чем-то на Kylie, но гораздо менее интенсивный. То есть его практически незаметно. Есть такой легкий-легкий шлейф, то есть он не бьет в нос, и это мне очень нравится. По комфортности, как всегда, все любые помады, насколько бы они ни были комфортные, стойкие помады, я их чувствую, но чувствую в основном только вот здесь, вот на месте смыкания губ. Я не знаю почему, но во всех видео я вам об этом говорю. По комфортности Dose of Colors мне очень напоминает Gerard Cosmetics, именно по комфортности. И я не ощущаю эту помаду на губах, за исключением вот этого вот места. Ну, все помады я там чувствую, но в принципе к этому привыкаешь, а во всем остальном она безумно комфортная. То есть это одна из самых комфортных помад, которые я когда-либо пробовала. Мне нравится еще и Sensation, но у Sensation есть такое ощущение пленочки, кому-то это дискомфортно, лично мне это комфортно. И вот я для себя по комфортности выделила пока три помады. Это Sensation. На первом месте она для меня все равно остается, потому что она по всем характеристикам для меня лучше. И по стойкости ее фикс отрешь, и по комфортности, и по всему-всему-всему, за исключением, наверное, выбора оттенков, которые, как я уже говорила в обзоре, немного такие скучные. Gerard по комфортности очень комфортный и похож на вот эту вот помаду. Мне очень комфортно Dose of Colors, но у нее есть минусы, которые вы сейчас увидите. Я выждала, как обычно я это делаю, 10 минут с момента нанесения, потому что все стойкие помады, они схватываются-то быстро, вот становятся матовыми, но всем этим помадам нужно какое-то время, и, как правило, кому-то меньше, кому-то больше, для того, чтобы они схватились и уже сели на губы и стали такими вот стойкими. Вот сейчас время прошло, сейчас я вам покажу. Смотрите. Так вот ничего не видно. Обидно, что вот это вот происходит, и происходит это со светлым оттенком. Сейчас я яркий оттенок вам покажу. В многих марках красный и розовый цвета делают вот это вот, но здесь делает это даже вот этот вот нюдовый оттенок. И стирается он, конечно, ого-го как. По крайней мере, если сравнить с тем же самым сенсейшн, который этого не делает, сколько ты вот так не три, ешь-пей, ничего сенсейшн не будет. Здесь ешь-пей, но будет, то есть сотрется. Я сниму один день из жизни помадки, чтобы вы сами убедились, как ведет себя эта помада, когда ешь-пьешь вообще, как она стирается, как она себя ведет. Но мне ее поведение не очень нравится, потому что я знаю, что есть помада, которая мне и по комфортности подходит, и я весь день могу есть и пить, и вообще не заморачиваться, и все будет хорошо. Здесь такого не будет. Она стирается. Вот я сейчас попью водички. Попила водички, сразу же начинает появляться вот эта вот фигня. Если я сейчас поем, то отпечаток будет такой, будь здоров. И будет видно, что помада уходит с губ. Но девушкам, которые предпочитают комфортность, стойкость, то есть хотят, чтобы помада была более стойкой, чем обычно, но в то же время была очень комфортной, я вам очень рекомендую эту помаду. И хотя оттенки эти отличаются, я хочу вам показать разницу с помадой Кока Кей Кайли. Ну, возможно, у кого-то есть какая-то из этих помад, и вы захотите купить какую-то другую из этих помад, и вам будет полезно это увидеть. То есть на губах помада Кайли вот эта вот смотрится, и такой тоже коричневатый. Но если вот делать сводч на руке, то очень хорошо видно, что она более розовая. Видите, у меня Кайли высохла. Конечно, на руке видно, что отличаются вообще очень, прям кардинально отличаются цвета. И этот коричневый, и этот розовый. Вот, кстати, посмотрите, как ярко выглядит вот этот оттенок Траффел на руке, и как он выглядит на губах. То есть на губах он такой совершенно нюдовый, на моих, по крайней мере, губах. На руке же он такой прям яркий. Вот эта помада Кайли тоже самая, на губах она смотрится нюдовая. Причем, если не видеть ее вот рядом с Траффел, кажется, что она тоже такая коричневатая. Есть у нее розовинка, но все-таки она такая нюдовая, коричнево-розовая какая-то. На руке же разница очевидна вообще. Смотрите, вот на руке сейчас тоже проведу. Причем Кайли я совсем недавно намазала, накрасила, не дала я ей прям вот схватиться-схватиться. Траффел намазала намного раньше. Вот что делает Траффел. То есть, понимаете, чтобы вы понимали, мне очень напоминает по этому вот именно эффекту, как она размазывается, как она остается на пальце, если потереть, как она слазит, когда ешь и пьешь. Мне очень напоминает Dose of Colors, Жарард Косметикс. Стирать вот даже я сейчас ничем не мочила тряпочку свою любимую. Я сейчас для начала просто проведу по губам этой тряпочкой. И вот что происходит. То есть, практически стерлась. Это, на мой взгляд, не есть нормально. Я не считаю такие помады стойкими. Тут каждый решает сам для себя, но в моем рейтинге именно по стойкости, потому что я считаю, что в стойкой помаде важна стойкость, ну и комфортность, конечно. Все равно эта помада не на первом месте. Для меня на первом месте остается помада Sensation, которая и по комфортности супер, и по стойкости вообще отличная просто. Чтобы не убивать свои губы, я могу так вот так вот тереть и все стереть, но я все-таки сниму жидкость для снятия стойкого макияжа, потому что мне еще их красить. Губы уже немного шелушатся, ну потому что я их намучила. Так что, если помада будет подчеркивать шелушение, не обращайте на это внимание. Все равно она не так сильно подчеркивает шелушение, как, например, кали, которое все чешуйки кожи поднимает вверх. Эта помада особо не подчеркивает. Ну, конечно же, надо все стойкие помады наносить на увлажненные губы. Не забывайте. Оттенок Лос-Анджелес. Здесь точно такой же спонжик. Такой интересной лопаточкой, пяточкой. Такой прям ступня. Очень удобный, комфортный спонж. Очень практически неуловимый аромат. Прям нанесение шикарное. Я прям кайфую. Классный оттенок вообще такой. Немного кажется в малиновый уходит. Прошло 10 минут. Помада высохла, схватилась. Давайте ее проверять. Ну, первым делом... Как обычно, здесь вот остается след от этого места. Ну, пожалуйста, ну пусть она не будет вот это вот оставаться на пальце. Сейчас проверим. Ну, это же жесть. Вот вы понимаете, по ощущениям, когда пальцем дотрагиваешься до губ, по ощущениям, впечатление, что помада не застыла. С ней можно весь день так проходить и попытаться даже ничего не есть. Но если вы так проведете пальцем, она будет делать все время вот так вот. И все время у нее вот на ощупь она как будто не застывшая. Что это вообще за беспорядок такой? Я не понимаю. Капец вообще. Ну, как это вообще так? То есть... Ну, более-менее. Вот так вот делаешь, все. Трындец вообще. После еды, опять же, не вся она стирается. Стирается в основном на месте смыкания губ, куда там еще у вас попадет. Но если вот так вот промокнуть салфеткой, помада остается на этой салфетке. Но если она вот так вот делает даже до еды и до питья, то о чем можно говорить? У меня вообще много разных красных оттенков стойких помад. И этот очень интересный. Давайте я для сравнения рядом нанесу Мэри оттенок Кайли из рождественской коллекции. И это Мэри. И сейчас подсохнет и увидим разницу. Вообще очень похожи на самом деле оттенки. Прям вот вообще. И еще рядом нанесу Take Me Home Tonight Сенсейшн. Ну и Сенсейшн, я уже говорила в обзоре на Сенсейшн, что можно вот этот оттенок нанести посильнее. И можно попрозрачнее нанести. И будет это немного разный цвет. Сейчас я нанесла так прозрачно достаточно. Посмотрите, как похожи эти три оттенка. Сейчас они высохнут. И еще раз на них посмотрим. Помады высохли. И это у меня Сенсейшн. И это у меня Dose of Coors. И это Кайли. Дала им не сильно много времени на высыхание. Вот эта вот помада уже давно должна была вообще схватиться. Тест. Кто из них? Давайте вот так вот. Это Кайли. Так, чистыми пальцами. И это Dose of Coors. И это Сенсейшн. Получается, Dose of Coors, вот этот оттенок Лос-Анджелес, она такая более спокойная, чем вот эти две. И Лос-Анджелес на кого из них больше похоже? Наверное, мне кажется, что больше на Кайли похоже. Потому что Сенсейшн, она более такая глубокая, более темная. В моем рейтинге помады Dose of Coors занимают не первое место, несмотря на их потрясающую комфортность. По комфортности они на первом месте для меня. И разделяют это первое место с Сенсейшн и с Жерард Косметикс. По стойкости я бы поставила им троечку. Выше поставить, к сожалению, не могу оценку. По выбору оттенков пятерка. И, в общем-то, как всегда, я прихожу к выводу, что не может помада практически никакая в себе сочетать вот такую потрясающую комфортность и потрясающую стойкость. Вот у Сенсейшн они хоть и комфортные, но вот некоторые мне пишут, что они как пластилин на губах. Не знаю, для меня они никак. Пластилин для меня это пленка на губах, но пленка для меня комфортная, такая защитная пленка для моих губ. Мне очень нравятся эти ощущения. Да, я ее чувствую, но меня это абсолютно не напрягает. Но из-за того, что кому-то там эти ощущения кажутся похожими на какой-то липкий пластилин, ну, наверное, они не прям вот супер-мега-пупер по всем показателям. Хотя для меня они вообще-вообще-вообще супер и по стойкости, и по комфортности, и по всему, за исключением выбора оттенков, которые бы я бы хотела, чтобы был больше. Dose of Colors же мне абсолютно не нравится по стойкости. Хотя комфортность просто вау! Куплю ли я еще раз Dose of Colors, зарекаться я не буду, но, наверное, нет. Потому что для меня в стойких помадах важна, кроме комфортности, стойкость. Очень скоро будет сравнение оригинальных помад Dose of Colors с подделкой, поэтому подписывайтесь на мой канал, жмите на звоночек и не пропустите. Надеюсь, мой обзор был для вас полезным. Желаю всем отличного настроения, солнышка, весны и классных, комфортных, стойких помад. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!